Дворец школьников стал настоящим местом притяжения. Хотя официального открытия еще не было, но североказахстанцы уже знают, как выглядит ультрасовременный центр научной мысли. Своими впечатлениями они поделились с Айгирей Мукашевой. В пятницу здесь прошло самое масштабное событие нашей области – встреча глав двух государств в рамках 15-го форума межрегионального сотрудничества. А сейчас Дворец школьников открыт для всех желающих. Напомню, на возведение этого ультрасовременного объекта потратили свыше 3,5 миллиардов тенге. Еще почти 2 миллиарда ушло на IT-оснащение. Желающих посмотреть зал, где заседали президенты, министры, губернаторы и акимы, собралось немало. Чтобы сфотографироваться с креслами, на которых сидели Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин, надо постоять в очереди. Пока можно насладиться масштабностью светлого и просторного зала площадью 1200 квадратных метров. А за этим огромным столом принимать важные для региона и страны решения могут до 80 человек. Зал заседания понравился, просторно, красиво, уютно. Раньше здесь были частные дома, старые здания. В течение года у нас обустроились, очень красивые дома появились, чистые улицы. Многолюдно и у IT-классов Баян Умарова все снимает на телефон. Отправляет видео родственникам, друзьям, детям и внукам. Они живут в Астане. Там тоже есть дворец школьников, но Петропавловский совсем другой, отмечает Баян. Какие у нас новые здания современные. Очень удовлетворены. Эти здания останутся для наших школьников. Здесь очень много чему есть поучиться. Хотя они закрыты сегодня уже, но мы успели посмотреть лабораторию современных биотехнологий, кабинет дронов и другие. 16 кабинетов и лабораторий, свыше 60 кружков IT-направления. Робототехника, сборка дронов, 3D-моделирование, программирование, физика, химия, биология. И это только малая часть того, что предлагает Центр научной мысли. Миша Ионов с нетерпением ждал, когда дворец школьников распахнет свои двери. Заинтересовался сборкой дронов, но для этого шестилетнему мальчику надо подрасти. Зато лего-конструированием уже можно заниматься. Ребенок просто был в восторге. Ему так понравилось. Он так посмотрел на этих роботов. Сказал, я так хочу этим заниматься. Мы уже записались сюда на лего-конструирование. Мы посмотрели большие холлы здесь. Так замечательно, так светло, так просторно. На втором этаже комната для занятий. Там просмотрели книжки. Нам безумно понравился дом. Очень хотим сюда попасть и заниматься. В этот день дворец школьников посетили несколько тысяч человек. От увиденного в восторге как взрослые, так и дети. Мне все понравилось. Все было хорошо, отлично. Но больше мне здесь все понравилось. Всего из этого выставка дронов и лего-техника. Мне понравился кабинет биологии. Там можно было наблюдать за растениями. Магану, нагану, да, робототехника, кабинет. Мне понравился кабинет робототехники. Думаю, запишусь в этот кружок и буду ходить. Мне кажется, это очень интересно и полезно. Айгири Мукашев, Михаил Казначеев. Новости МТРК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...